Дорогие друзья! Сегодня у нас 1 августа, среда, середина недели. Сейчас, по-моему, 3 часа дня. Засиделась я в офисе и решила просто выйти прогуляться по парку и дойти до центрального пляжа Алани, до пляжа, который находится около Мэри, и одновременно показать вам, ну и самой посмотрите, есть там люди, в общем, что там есть интересное. Приглашаю вас вместе с собой. Хочу снимать, друзья, для вас больше видео, гулять, но, к сожалению, не получается, потому что много работы, поэтому снимаю в свободное время, и сегодня как раз выдалось такое время, поэтому пойдемте гулять по центру Алани вместе. Кстати, у нас стоит вот такая вот странная погода, не пасмурная, не солнечная, очень жарко, облачно, то облака заходят, то выходят, в общем, стоит такая погода уже несколько дней. Вот вы видите сзади меня облака, ночью казалось, что будет дождь, потому что были очень сильные такие серые грозовые тучи, но их не было. Ну, в общем, рано или поздно, я думаю, что дождь пойдет. Ну, а сейчас тепло, хорошо, дождя нет, пойдемте гулять. Очень мне нравится вот этот парк в центре Алани. Вот там вот расположен кошачий домик, а если чуть-чуть пройти подальше от кошачьего домика, то вы попадаете вот в этот парк, и здесь есть фонтанчики, лавочки, где можно посидеть и отдохнуть. В общем, очень-очень красиво. Даже в очень жаркую погоду в этом парке очень приятно находиться. Ну, и особенно мне нравится вот этот вот мостик. Здесь все любят фотографироваться. Ну, такое, знаете, ощущение оазиса посреди жаркой Аланьи. В общем, вот такой вот здесь классный парк. Вот это Мэри Аланьи, статуя Ататюрка. И вот вы поворачиваетесь, и прямо здесь находится этот парк. Цветут цветы. Круглый год у нас в Аланьи цветут цветы. Вот вы видите, напротив Мэрии есть вот этот вот красивый парк, где написано «Бир Аланьям из Варь». Что означает, есть только одна Аланья. Вот именно в этом парке, друзья, весной, в апреле месяце происходит настоящее чудо. Здесь высаживают тюльпаны разных цветов, форм. В общем, как вы знаете, символом Турции является тюльпан. И в это же время в Стамбуле проходит фестиваль тюльпанов. В общем, по всей Турции высаживают огромное-огромное количество тюльпанов. Ну, а сейчас высадили вот такие вот интересные цветы. Когда они вянут, Мэрия высаживает новые. Вот вы видите, здесь цветы завяли, и скоро на их месте появятся новые цветы. Вот работник Мэрии, который ухаживает за цветочками. Видите, он выкорчевывает всякие разные сорняки и будут высаживать на этом месте новые цветы. Кстати, друзья, хочу вам также рассказать очень интересную вещь, полезную. Помните, у меня было видео, где я рассказывала о том, что закрыли много магазинов из-за того, что приставали к туристам и так далее. Приставались то, что значит хамили и неуважительно относились. Так вот, в Мэрии Алании расположен, называется это по-турецки Чузюм Масасы, который решает все ваши проблемы. Если у вас возникли какие-то проблемы на отдыхе, если вы здесь живете, вы можете спокойно звонить в Мэрию Алании. Чузюм Масасы находится там. Я сейчас зайду и покажу вам, как девочки работают, если мне, конечно, разрешат. Ну и, конечно же, в описании к этому видео я оставлю телефоны и номер WhatsApp круглосуточный, на который вы можете присылать ваши проблемы и вопросы. Сейчас узнаем, есть ли там русскоговорящий персонал. В общем, друзья, к сожалению, внутри Мэрии мне снимать не разрешили. Ну, точнее, там снимать можно, но нужно взять разрешение. И у меня есть идея также снять большое видео про Мэрию Алании. Но нужно брать разрешение. В общем, это не проблема, но нужно брать разрешение. В этом Чузюм Масасы стол решения ваших проблем, скажем так. Есть англоговорящий персонал и говорят по-турецки. Поэтому, если у вас возникают какие-то вопросы, вы можете писать на английском. К сожалению, на русском языке персонала там говорящего нет. К сожалению, мало кто из иностранцев, ну, проживающие здесь знают, но из иностранцев, из туристов, которые приезжают в Аланию, мало кто знает, что есть такая муниципальная структура, в которую они могут обращаться по любым вопросам. Поэтому в этом плане наша мэрия, конечно, хорошо работает, все отлично. Но в этом плане мэрии минус, потому что необходим русскоговорящий персонал хотя бы в сезон. Потому что приезжает очень много туристов. И нужно информировать всех туристов о том, что существует такая структура внутри мэрии. Что еще вам рассказать? Вот это вот здание мэрии. В следующем году его снесут, его уже не будет. Здесь не будет ни парковки, ничего. Здание мэрии переносят на большую дорогу далеко от центра. И здесь будет построена площадь. В общем, говорят, какая-то культурная площадь. В общем, все будет облагорожено и ухожено. Ну, а я пришла уже на пляж. Вижу большое количество народу. Пойдемте смотреть. В общем, набережная выглядит сейчас таким образом. Народу не очень много, потому что еще день. Здесь будет много народу вечером, когда спадет жара. Ну, а сейчас покажу вам пляж. Пляж выглядит вот таким вот образом. Очень много народу. Никогда на этом пляже, кстати, я не купалась. Говорят, что здесь очень-очень мелко. Вот вы видите, народ далеко-далеко. И туда можно идти, и идти практически вот до самого майка. Поэтому давайте пройдем вместе, посмотрим, что же есть на этом пляже. Вот здесь есть вывеска о том, что этот пляж закрывается в 7.30, но, в принципе, он работает круглосуточно. И еще на входе пляж, смотрите, что я увидела. Вот видите, вот в этом можно поблагодарить нашу мэрию. Написано, пожалуйста, не выкидывайте окурки. На пляж. И лого мэрии и так далее. Вот такие вот штуки, мне кажется, нужно поставить везде, по всей Алании, чтобы туристы не выкидывали ни окурки, ни мусор. Ну, и в том числе, естественно, местные. Вот вы видите, есть мусорка, куда можно все свои пакетики собрать и выкинуть. Ну, вот пока я иду, я вижу, что пляж вроде бы чистенький, хороший. Очень много здесь народу, конечно, но мусор все равно есть. Наверное, один из самых лучших пляжей для детей. Потому что, видите, здесь нет волн и очень-очень-очень-очень мелко. Я дошла до конца пляжа. Конечно, друзья, этот пляж не в лучшем состоянии. Здесь мусор. Ну, грубо говоря, куча окурков. Но очень классный пляж для детишек, для семей. Волн нет. Посмотрите, сколько народу. Очень здорово. Конечно, надо привести этот пляж в порядок. Представьте, как бы было классно, если бы он был идеально-идеально чистым. Ну, и открою вам небольшой секрет. 12 августа, если вы будете в Алании, 12 августа, в воскресенье, большой группой друзей, это объявление я делаю заранее, еще официального объявления не было, мы придем к нашей большой дружной компании. И вы приходите. Будет кофе, водичка, в общем, много всего интересного. Самое главное – знакомство с новыми людьми. Мы будем чистить этот пляж и приводить его в порядок. Поэтому 12 числа следите за объявлениями в группе ВКонтакте. я буду делать дополнительные объявления там. Поэтому нужно привести этот пляж в порядок, чтобы он был классным в самом центре Алании. Как вы считаете, как вам такая идея? Мне кажется, это очень хорошая идея. И нужно везде расставить также вот эти вот таблички, чтобы народ не выкидывал мусор и окурки. В общем, предварительно 12 августа, пока время неизвестно, следите за объявлениями ВКонтакте. Ну, еще, конечно, на Ютьюбе я сделаю, поэтому приходите, давайте вместе приведем этот пляж в порядок. Здесь очень-очень много работы. И надеюсь, что за таким приятным мероприятием мы вместе с вами и встретимся. Ну что, друзья, я уже выхожу. Вот видите, то солнце заходит, то солнце отходит. И сейчас я уже отправлюсь, наверное, в офис. Здесь также есть большой парк для детишек, вот с той стороны. И там есть еще аттракционы. Вот такая вот у нас набережная. Есть, кстати, туалеты в 60 метрах. Вот такая песочница для выгула собак. Деревья цветут, как я уже говорила, круглый год. Сейчас все туристы возвращаются из яхт-туров, поэтому много народу. Ну и, конечно же, некоторые местные туристы прогуливаются. Кто любит вареную кукурузу? Посмотрите, сколько у него кукурузы. Это, наверное, на целый вечер. Вкусная? Вкусная. Толпы туристов идут с яхтуров. Продают свежевыжатый сок. Стоит один километр. О, мелон, 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 мелон. Есть, есть, гранат, 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 гранат. В общем, друзья, вот таким вот образом выглядит набережная сейчас. Я вам во многих своих видео рассказывала про Эльсанат Ларсуха, которая находится прямо на набережной в Алании. Что это значит? Это значит, что все местные рукодельницы продают здесь свои изделия. Вязаные, украшения и так далее. Сейчас, к сожалению, народу очень мало. Вот так вот эта улица выглядит сейчас. Мало кто есть. Поэтому мы с вами лучше придем сегодня вечером. Сегодня вечером. Потому что все практически стенды здесь закрыты. Ну и, конечно же, вы спрашиваете о том, стоит ли брать с собой евро, лиры, доллары и так далее. Вы смотрите, кукуруза стоит 3,5 лиры, да? А в долларах 1 доллар. 1 доллар – это практически 5 лир. Поэтому, когда приезжаете, меняйте все деньги на лиры и покупайте, друзья, все в лирах. Потому что в долларах выйдет, ну, дороже, практически в 2 раза выходит дороже. Поэтому лучше всего берите валюту и меняйте ее на лиры. Если останется экстра, можете потом просто поменять обратно на доллары. Вот. В общем, вот такая вот у нас прогулка сегодня состоялась. Следите за группой ВКонтакте. Там будут все самые главные объявления. Ну, а на сегодня я с вами прощаюсь. Всем всего хорошего. Пока-пока. Вот, друзья, еще один пример тому, что работники мэрии убирают город. Поэтому, когда вы находитесь в городе, не мусорьте, уважайте работу вот этих людей, которые на жаре трудятся и делают наш город красивым и чистым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова